Тебе не надо менять работу, тебе не надо менять компанию. Невозможно творить, когда тебе все не нравится. Я не хочу, чтобы мои люди выгорали. Хочете добрее жить? Тут вам требует принять следующий ряд идей. Всем привет! Витаем вас в Одессе. И сегодня мы поговорим про то, как сделать клиента happy и не дать команде померти. А это означает, что мы поговорим про delivery. Мои бачки на delivery – это механизм, машина. Delivery – это, скажем так, доставка сервиса. Вот мы как люди, мы любим что? Чтобы нам, если что-то доставляется, чтобы оно было вовремя, соответствующего качества и так далее и тому подобное. И клиенты в том числе. Для того, чтобы вот это все получилось, нам нужен Delivery Axel. Уявимо, есть проект. Цей проект имеет наперед выяснение и обговорение с клиентом success-метрики. Мы трекаем этот показатель и понимаем, где мы находимся по выполнению этой цели. Наступная склада – каждый проект регулярно, щекварталу, проходить и health check. Уявите, что вы записываетесь до лекаря. Лекарь прибегается по показателях и дает вам заключение, что в принципе все окей, но хотите долго жить, то вам нужно принимать ряд идей. Это решение пациента, или он хочет принимать, или не хочет принимать. В данном случае пациентом есть проект и люди, которые выполняют работу на проекте. И есть третья склада – это то, как мы ведем риск-менеджмент на проекте. Что мы предупреждаем риски. Эти три складовые вместе комбинуются в один коктейль, и этот коктейль стаёт Delivery Axel. Твоя цель остается неизменной. Ты решаешь бизнес-задачи с помощью кода. А Delivery Axel показывает тебе без пракиси и самый лучший шаг, чтобы согнуть этот цели. Работа, с одной стороны, техническая, но она на грани с творческой. Невозможно творить, когда тебе всё не нравится. Ты работаешь с какой-нибудь финансовой, с криптобиржей, а ты всю жизнь хотел, не знаю, быть в healthcare, в медицине, помогать людям, написать код, который поможет кому-то выжить. Большая компания чем хороша? Если ты сегодня работаешь в этом проекте, а завтра ты хочешь попробовать что-то другое, тебе не надо менять работу, тебе не надо менять компанию. У тебя остаётся репутация, которую ты уже наработал. Ты просто продолжаешь её и развиваешь её в другом проекте. Ты можешь поменять технологию. Как говорится, любе-голубе. Лишь бы оно работало для тебя. У меня одна из основных причин, почему я решила перейти в IT, и свищнуться из интерпрайза, это была возможность работать удалённо и в свободном графике. Круто, что ты можешь менять локацию, вплоть до бассейна. Все наши хабы просто закрылись за год. Вообще ни одного нет. Даже непонятно, куда выехать, чтобы посмотреть хотя бы на этих других айтишников. Сидим по домам, по офисам и ни с кем не общаемся, тихонечко себе пилим свои проекты. Сейчас люди немножко наладили проблему коннекта, но личные встречи, личное общение, оно всегда более продуктивно. Но опять-таки, учитывая, что разработчики зачастую люди, которые ещё хотят побыть сами с собой наедине, это тоже очень важно, что есть и возможность немножко побыть удалённо. Сейчас очень многие фирмы переходят именно на вот такую вот работу. Удалённо плюс офис вот так, как ковворкинг. И мне кажется, что это прям вот самое-самое лучшее, что сейчас может быть. Был интересный опыт, в принципе, взаимодействует на удалёнке, скажем так. Подписание каких-то документов, заключение каких-то договоров. Мне, например, прислали ноутбук. Тоже было прикольно, потому что до этого ты работаешь в Одессе, ты приходишь, садишься и работаешь. А тут типа побеспокоились. Работал и в Харькове достаточно долго, и в Киеве какое-то время поработал. Но потом, когда вот началась удалёнка, всё снова, всё равно вернулся в Одессу. Хотя перед этим ещё в Черногорию поехал, там тоже пожил, поработал. Мне просто нравится здесь больше. Есть возможность сразу переключиться после каких-то овертаймов или тяжёлых тасок, и ты себе переезжаешь в Аркадию и просто всё забываешь, там на сутки пропадаешь где-то. Да, пусть приходят. Мы сегодня расскажем о компании. Вон там сын у нас остаётся. А где у вас офисы? У нас по всей Украине офисы. Ну, а в Одессе? В Одессе ещё нет пока. Вот мы ещё как раз, поэтому и приехали, чтобы начать нанимать ребят. Какой у вас у людей доход? Самый лучший в Украине. Самый лучший это какой? Ну, начиная от 500 долларов и заканчивая 10 тысячами. Он зарабатывает час 700 долларов в неделю. Мы можем его рассмотреть. Как на мой взгляд, если мы смотрим на крупные какие-то компании, они предлагают абсолютно одинаковые плюшки. Единственное, что это сами проекты, которыми вы будете работать. Мне просто больше понравился проект. Самая важная часть развития – это комьюнити. И в софтсерве огромное комьюнити. И когда у нас какие-то митинги общие, бейские, очень много приходит каких-то инсайтов и понимания того, куда тебе нужно двигаться дальше. И то же самое, когда есть там куча программ, развития, когда идут конференции. Вот за этим, в принципе, я шла в компанию, потому что это реально очень большой толчок и большая поддержка. Бигдейта, когда говорят про бигдейта, есть очень крутое визначение. Визначение 3В. Это Volume, Velocity и Variety. Визначение 5В, которое говорит, что в бигдейте главное – это правдивость. Кто работает с этой инфраструктурой? В компании софтсерв нам этот зоопарк не понравился. И компания софтсерв видела немного другий способ организации этих инженерных направлений. В первую очередь, это дата-аналитика. Это люди, которые работают с доменными знаниями. Другая – это бигдата. Это те, кто поддерживает всю эту гигантскую инфраструктуру. Это там, где работаю я. Будем все автоматические пайплайны, создадим все эти базы, наповнюваем их данными. И Data Science – это то, что касается походных данных. То есть у вас есть данные, и на основе этих данных вы формуете, например, Machine Learning. И с каким стеком работают эти инженеры? Стек у них просто колоссальный, как видите. Вы учите все это и Welcome to SoftServe. Тоже, это вопрос, как стать дата-аналитиком. В первую очередь, освоить программирование. Мы рекомендуем Python, также знания SQL и баз данных. Третий – это освоить Data Processing Engine. Четвертый – это опануровать оркестрацию. Пятый – это профессиональные сертификации от клауд-провайдеров. Также можете почитать какие-то книжки. Как видите, шлях до бигдати и дата-анженерии таки соби не очень, возможно, и легкий. Особливо початківця. Тут есть певное решение. Мы пропонуем нашу ретренинговую программу. Де весь этот шлях, который я описал, вы можете пройти с компанией SoftServe, будучи співробитником компании. Вы получаете зарплату и через двух месяцев проходите этот план, где у вас есть специализованный ментор, где вы проходите співбесяди на проекты и в конце концов получаете эту профессиональную сертификацию. От вас знания Python или какого-то другого языка программирования, как Java или Tuscala, знания обычных баз данных, реализационных баз данных и понимание процессов моделирования данных, что, скажу, в принципе, не складно. Вот за полтора года мы соскучились по такому формату ивентам. Я узнал о нем от своей бабушки. Она сильно обеспокоена, в принципе, о моем будущем. Людям очень хочется коннекта, людям хочется нетворкинга, какого-то общения. Просто элементарно посидеть, послушать свою тему. Задают вопросы и тянут руки, и это значит, что людям тоже интересно. У меня знакомый устроился в серф. Он кинул на меня рефералку, и я прошел в серф. Я увидел прикольную TSL-систему. Она прикольная. И, в принципе, то, что меня собеседовал архитект, это прикольно. Потому что, когда собеседует человек, в квалификации которого вообще нет никаких сомнений, это круто. Delivery заинтересовано в долгосрочных отношениях. Это значит, я не хочу, чтобы мои люди выгорали. Должен соблюдаться баланс в работе и в развитии. Delivery помогает выбрать тот проект, который подходит больше всего человеку. Мы задаем вопрос, а что тебе интересно, чем бы ты хотел заняться? Баланс вот этого времени рабочего, который устроит человека и позволит ему достичь своих целей. И сделать так, чтобы это была действительно выигрышная ситуация абсолютно для всех. Если у вас остались вопросы, оставьте их под этим видео. А что там случилось? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!